До первого сентября остались буквально считанные дни. Школьники вместе с родителями занимаются активной подготовкой портфелей, покупают букет у любимых учителям и готовятся во всеоружие вступить в новый учебный год. Ну а для кого-то конец августа и самая жаркая пора перед днем знаний оказалась неприятным сюрпризом. После окончания девятого класса в общеобразовательной школе Анастасии вместе со своим сыном решили, что продолжить обучение стоит в первом интернате. Получив аттестат и приложив к нему необходимые справки, семья отправилась подавать документы в военно-патриотический класс школы-интерната номер один. Нам ответили, в этом году будет два класса открываться, но в итоге не получается. Открыли только один класс и узнали мы до первого сентября за три дня. Подавая документы в интернат, Анастасия была уверена, что в этом году комплектуется два класса. Поэтому мама с сыном спокойно готовились к занятиям и ждали первого сентября в стенах новой школы. Мне позвонили вчера в четвертом часу вечера и сказали, приходите забирайте документы, ваш ребенок не зачислен. Позвонил секретарь школы-интернат номер один. Оказалось, что на 25 мест было подано 35 заявлений. По муниципальному заданию в интернате в этом учебном году должен открыться только один десятый класс, набор в который происходит в соответствии со сроками подачи документов. У меня просто ребенок настроен пойти в эту школу, а там, где он учился, он у меня уже просто чисто не пойдет. В канцелярии интерната документы от Анастасии зарегистрированы лишь 15 августа. Именно поэтому ее заявление рассматривалось одним из последних. В той же ситуации оказались еще несколько школьников. Их родителям был предложен единственный вариант – пойти в десятый класс в свою прежнюю школу. Тем более, что места для ребят там остались.